Добрый день! В сегодняшнем выпуске мы с вами рассмотрим монеты Италии, это Чентензима и конечно же Лира. Монеты прошлого столетия. Чентензима это итальянская разменная монета, составная часть Лиры. Название прошло от латинского, как переводится как сотая часть. Примерно в середине двадцатого века вышли из употребления и в связи с большой инфляцией и разменные монеты стали чеканиться только в Лира. Данные монеты чеканились в Италии, в том числе для Эритрии и для Сомали. Перед нами монета 1893 года, 10 Чентензима. Выполнена она из меди. Монеты относятся к периоду правления Умберто I. Умберто I – это второй король Италии с 1878 года из Савойской династии. Умберто I. Умберто I. Умберто I. Умберто I. В 1919 году практически меняется вся линейка монет. Монеты приобретают новый дизайн на мелких бронзовых монетах. 5 и 10 чентензима преобладает сельскохозяйственный мотив это колос на пятерочках и пчела на 10 чентензима перед нами представлены две монеты это 21 год и 24 они так и называют пчелы данные монеты выполнены из бронзы но относятся уже период управления виктора эмануила третьего он является уже третьим королем единой италии нового времени королем он стал с 1900 года также он являлся королем эфиопии с 1936 по 41 и королем албании с 1939 по 43 год 1 1 также маршал империи с 1938 года и представитель совойской династии единственный сын и преемник короля унберто первого 2 2 2 а 3 3 июня Данные монеты чеканились с 1919 по 1937 года. Это монеты из регулярного чекана, выполненные. Они из бронзы. Тираж монет очень велик. Если в 1921 году он составлял 66,5 миллионов штук, то монеты 1924 года имели тираж уже чуть более 35 миллионов штук. Далее мы рассмотрим монеты номиналом 1 лира. Это монеты 1939 года и 1940 года. Монеты имели массу 8 граммов, диаметр 27 миллиметров. Гурт рубчатый данных монет. Монеты из регулярного чекана. Художник Аверса Ромагноли Также мы видим изображение 20 чензима. Монета 1941 года. Тираж такой монеты более 100 миллионов штук. При викторе Эммануэле III 1900 по 1943 год было выпущено 3 монетных типа. Монеты номиналом 20 чентензима. Первый выпуск он получил название «Парящая свобода» и содержал на реверсе изображение парящей женщины, символизирующей свободу с факелом в руке. Также второй выпуск – это монета, получившая название «Шестиугольник». Своим названием они обязаны характерному виду, а именно помещенным обозначению номинала и году выпуска «Шестиугольник» на реверсе. Ну и третий тип получил название «Империя». Монета была выпущена в честь провозглашения империи. Первые монеты чеканились из никеля, а последующие из хромирован хромистой стали. На монетах 1939-1940-1941 годов мы можем уже увидеть эмблему итальянской национальной фашистской партии. В 1922 году к власти в Италии приходит правительство во главе с Муссолини и движение крайне правых партий, возглавляемое им, известным нам как фашизм. Слово происходит от латинского, что означает «розги и прути». Магистры в Древней Риме носили на спине пучок связанных прутьев фашину, использовавших при наказании. В военное время полномочия магистры позволяли применять им смертную казнь, поэтому в пучок втыкался топор. Поэтому на данных монетах мы можем уже увидеть данную эмблему «Розги и наличие топора». «Розги и наличие топор». Здесь мы видим фашину, на которой сидит орел. «Розги и наличие топор». Также эти две монеты 1939 и 1940 года мы сейчас проверим на магнит. Как видите, только одна монета прилипла к магниту. Следовательно, она является магнитной. магнитной у нас будет монета 1940 года. Монета 1939 года не магнитная. В чем отличие магнитной и не магнитной? Конечно же, в самом сплаве металла. Магнитной обычно монеты выпускаются из различных недорогих стальных сплавов, а немагнитные из меди, латуни и других более дорогих сплавов. В различные переходные периоды, когда экономика, так скажем, стран появлялись какие-то сложности, в экономике переходили на выпуск монет из более дешевых сплавов. Конечно, это добавляет головную боль нумизматам, ведь некоторые из них становились раритетами, или в один период появлялось две разные монеты, одинаковые на вид. Сегодня мы с вами рассмотрели монеты прошлого столетия, монеты Италии, это Чентензима и Лиры. За класс репост огромное спасибо. Не забывайте подписываться на данный канал, жмите на колокольчик, делитесь комментариями, делитесь информацией с друзьями. До скорых встреч, до свидания.